Библейский портал экзегет.ру представляет Вот все одно и то же, на самом деле. В общем, вся книга, она укладывается в один абзац. «Иерусалим, Иудеи, вы так отвратительно себя вели, что ничего хорошего вам ждать не приходится, но я этим очень угорчен, и Господи, — говорит Иеремия, — ну, меня-то ты чего отправил с ними ругаться, у меня сил уже никаких нет». Вот это краткое содержание всей книги. В каждой главе более-менее одно и то же, ну, в одной больше про Иерусалим и Иудеи, в другой больше про то, как у Иеремии сил больше нет ругаться, но, в принципе, повторы везде. И комментарии можно давать бесконечно одни и те же, это скучно. Знаете, можно обратить внимание на разные другие вещи, например, на поэтическую ткань этого произведения. Вот смотрите, ведь это текст, который обещает беду и несчастье, но при этом он поэтически выстроен очень красиво и изящно, и человек, он может творить поэзию от радости, может, от горя, может, для того, чтобы привлечь любимую, или для того, чтобы дать народу почувствовать, не просто вот ходить и бубнить что-то такое одним и тем же голосом, одни и те же слова, как это часто бывает, но увлечь их этой формой и заставить их заплакать о самих себе. «Сыны Вениамина, бегите из Иерусалима, в Текуа в трубу трубите, в Беткериме знак подайте, что с севера, да, нагрянет великое горе». Он прямо перечисляет отдельные племена, отдельные города, да, вот. Так, чтобы лично дошло, чтобы вот в Текуа задумались, Беткериме – это селение, которое рядом с Иерусалимом. «Погубляя дочь Сиона, изнеженную и красивую, пастухи придут к ней со своими стадами, повсюду шатры поставят, каждый будет пасти на своем уделе». То есть город станет пастбищем. «Против нее осветите битву, вставайте, отправимся в полдень». «Осветите битву», что это значит? Ну, то есть это не просто какие-то разборки между двумя народами, государствами и так далее. Это некое священное событие, да. И вот эти народы, которые уничтожают Иерусалим, они, конечно, совершенно не единобожники, но это битва свята, вот как была битва Иерусалима, израильтян, простите, с хананеями, с жителями этой земли до них. «Против нее осветите битву, вставайте, отправимся в полдень». «Увы, день уже на исходе, легли вечерние тени». «Вставайте, отправимся в полночь, твердынь ее разрушим». Да и вот даже такой диалог этих ленивых восточных людей, что-то уже поздно, да ну, не будем сегодня воевать. «Ночью пойдем». Вот ночью, конечно, не воевали тогда, все-таки не было этих приборов инфракрасного видения. И вот даже то, что он показывает, как будущие враги, будущие победители между собой спорят. «Ибо так говорит Господь воинств, деревья рубите, против Иерусалима возводите насыпь. На город себе брошатся кары, несправедливости он переполнен. Как вода клокочет в источнике, так в столице клокочет завладейство. Грабеж и насилие в ней не стихают». Смотрите эти поэтические образы. Господь приказывает рубить деревья, возводить насыпь. Ну, это понятно, вот стоит городская стена, чтобы на нее взобраться, нужны какие-то устройства. Вот одно из них – насыпь. Деревья – это каркас, землей этот каркас заполняют. И вот он описывает очень конкретные вещи, но описывает их так ярко и образно. «Как вода клокочет в источнике, так в столице клокочет злодейство. Грабеж и насилие в ней не стихают. Пред взору моему вечи и раны». То есть оказывается, это все не просто где-то там на тихих задворках, это перед Господом происходит. «Иерусалим. А помни, чтоб я от тебя не отвернулся, не сделал тебя пустыней, землей безлюдной». Так говорит Господь воинств, «Когда ягоды последние виноградник обрывают, так оборвут все то, что в Израиле уцелело». Словно сборщик винограда протяни руку к ветвям. Вот еще, еще, еще один образ. Сбор урожая. Вот так обрывают все, что уцелело в Израиле. «Кому скажу, кого наставлю, кто станет слушать?» «Понимать они не могут, их уши не слышат. Презирают они, ненавидят слово Господне. «Преисполнил я гневом Господнем, удержать его не в силах». А вот и личный голос пророка. Вот Иеремий в этом смысле самый такой личный пророк. Он говорит слова Господни, но над себя все время тоже что-то добавляет. «Вот так я на вас прогневался, Иерусалимляне, я не могу молчать. На улице излей его, на ребенка, на юношей, собравшихся вместе. И муж, и жена попадут в неволю, и старик, чьи дни на исходе. Пожалеть бы этих людей, ребенка, старика, семья целая. Нет, этот гнев и зальется. У Иеремии в словах. Если слова не помогут, то потом и в действиях. «Дома их достанутся чужеземцам, поля их и жены, ибо я пристираю руку против жителей земли этой, говорит Господь». Ведь они от мала до велика лишь наживы ищут. От пророка до священника все творят неправду. Все ищут наживу, но когда пророк и священник при этом еще и лгут, и поступают лживо, не только слова, то это самое страшное. То есть любое общество несовершенно, в любом обществе творятся преступления. Но когда вот те, кто должны это общество призывать к порядку, начинают сами этим заниматься, это значит уже все. Уже нет сил для нравственного какого-то преображения изнутри. И приходят силы извне. «Разве они излечат раны моего народа? Пустословят они мир, мир, но нет мира». Да вот в Советском Союзе очень любили лозунг «миру мир». Всюду его писали. «Хороший лозунг, разве нет? Мы хотим, чтобы был мир, а не война». Ну, я согласен. Но вопрос в том, а насколько он соответствует поступкам людей, насколько он соответствует тому, что есть вокруг. «Поступают они постыдно, мерзосты совершают, но не думают они стыдиться смущения, не знают, потому падут среди павших. Час, когда я их покараю, повержены будут, говорит Господь». Так говорит Господь. «На дорогах встаньте, смотрите о древних путях, расспросите, где путь прямой, по нему идите, и тогда покой для души найдете». Но они отвечали. «Не пойдем». Что еще добавить? Очень краткое описание. Он показывает им дорогу к миру. Но к миру надо идти. Вот говорить о мире, говорит слово «халва», во рту слаще не станет. Говорит слово «мир», вокруг мира больше не станет. Надо что-то делать. Я поставил для них стражей. Голосу трубы, внимайте. Вот слова, не понимаете, труба, причем труба – это военный сигнал. То есть там кто-то наступает, может быть, эти военные сигналы они услышат, по крайней мере. Но они отвечали. «Внимать не будем». «Потому услышьте, народы, узнай общину, что будет с ними. Слушай, земля, ныне я посылаю беды, на сей народ посылаю плоды его же замыслов». Это очень важный принцип в Библии, он все время встречается. А что такое наказание? Наказание – это не взять там за шкирку и отлупить как следует человека, а дать ему испытать последствия его собственного выбора. Плоды его же замыслов. «Ибо слово моему они не вняли, закон мой отвергли. Зачем мне благовоние, что везут из шивы? Благовонный тростник из страны далекой. Всесожжение – ваше мнение угодно, жертва – ваше мнение приятное». Постоянный мотив у пророков, Исаия очень подробно и ярко об этом пишет, но Иеремия тоже, хотя не так ярко может быть, что люди приносят Богу жертву. Но Богу – это не всегда угодно. Это не автоматическое средство получить его благословение. «Я тебе всесожжение», то есть жертва сгорающая целиком, или благовоние, то есть какой-то там ладан или что-то подобное, что кидают на такой поднос или чашу с углями. Ну, как и сегодня в православной церкви «Кадят», примерно та же самая схема. «Богу это зачем? Чтобы нюхать это все, ему не это нужно, а человек. Потому так, говорит Господь, я ставлю народу сему преграды, о них споткнутся отцы с сыновьями, друзья и соседи, споткнутся они и погибнут. Так, говорит Господь, идет народ из страны северной, могучее племя от края земли поднимается, лук и меч они держат. Жестокие они, беспощадные, их крики, как рокот моря. Скачут они на конях, воины, готовые к битве, против тебя, дочь Сиона. «О них услыхали мы весть, руки у нас опустились, боль нас пронзила и мука, словно роженицу. В поле не выходите, на дорогах не появляйтесь, и вы всюду враги с мечами, кругом ужас». И дальше обращение Господа уже к этому народу, который, кажется, вот в этой главе начинает понимать. А потом он опять не будет понимать, так всю книгу. «Дочь моего народа, в рубище оденься, в поликатайся, в поликатайся, плачь, словно о единственном сыне, стынай горько, ибо внезапно придет к нам губитель». «Плавильщиком тебя я сделал, а народ мой золотой рудой, чтобы узнал ты цену его поступков». А вот это обращение к пророку. У Иеремии много таких диалогов. «Пророк-то плавильщик, а народ золотая руда. В нем есть золото, в нем есть ценность. Но есть и шлаки. И как плавильщик бросает вот эту руду в горны, и там в огне вытекает золото, а шлак или сгорает, или остается, чтобы его потом выбросили. Вот так и пророк. А ведь это неприятно, когда тебя в горны бросают. Народ сопротивляется. «Все они упрямы и непокорны, живут неправдой. Они медь и железо. Все они порочны». То есть, медь и железо менее ценные металлы, но железо, по крайней мере, более прочное. «Раздуваются кузнечные мехи, свинец огнем уничтожен. Но напрасно плавильщик плавил, негодная не отделилась. Назовут их серебром не стоящим, ибо Господь отверг их». А имеется в виду серебро, ну, какое-то очень плохого качества, может быть, с большим количеством примесей, то, которое не принимается как ценность. Фальшивые металлы. Вот тут образ уже из металлургии. Смотрите, в шестой главе, каких только образов нету, и сельское хозяйство, и что-то «Дочь моего народа», вот такая девушка, которая страдает, и металлургией. Ну, вот все, 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 чтобы каждый услышал, каждый нашел близкий для него образ. Иеремий делает все, чтобы до людей эту мысль донести. Но, однако, не доходит. В седьмой главе тот же самый он попробует уже в прозе. Продолжение следует... Продолжение следует...